Самые маленькие и самые красивые Мода на небольших собак пришла в Россию совсем недавно Но уже сейчас эти домашние питомцы стали завоевывать сердца не только обычных людей, но и дизайнеров одежды Причем ее разнообразие поражает даже самых искушенных модников Одежда для дома, прогулки, отдыха и вечеринки Начнем, наверное, с домашней одежды, когда собачка только просыпается Соответственно, ей очень хочется в чем-нибудь таком красивом походить перед своими хозяевами Там и такой красивый экземпляр Это такие вот вещички, это велюровые вещи Они по составу идут чистый хлопок Соответственно, никакой аллергии ни для каких собак не существует в принципе Потому что собаки бывают абсолютно разные У длинношерстов шерсть не скатывается Очень удобно и комфортно ходить Тем более они все-таки симпатичные и красивые Украшены стразами и всегда будет радовать глаз хозяина Дальше существует масса других домашних вариантов Это как спортивные костюмчики Они очень эффектные в плане того, что они идут на четырех лапках То есть собака может спокойно ходить и в прохладную погоду дома И, соответственно, в сухую погоду собака может выйти на прогулку с хозяином В цветовых вариантах тоже большое количество Они бывают и черные, и голубые, и розовые, и серенькие Как раз самые актуальные все цвета, которые существуют в человеческой моде Они непосредственно есть и в собачьей моде Потом из домашних вариантов, домашних прогулочных тоже очень красивый такой вариантик Это для совсем нежных собачек и для совсем нежных хозяев Очень удобно, потому что идут на кнопочках, не надо одевать через голову И, соответственно, красивый элементик Это крылышки ангелочек И, соответственно, красивый, прикольный элемент Это капюшоны, потому что они сейчас на данный момент очень актуальны Значит, из летних вещей очень удобный и очень моден в данном сезоне Это морской стиль Он идет как на мальчиков, так и на девочек Везде вот шнурочки, кнопочки, чтобы удобно было одевать Размеры, соответственно, огромные Здесь в этой модельке есть рукава Есть также модельки, где рукава отсутствуют То есть это совсем летние варианты, то бишь маечки Они идут без застежки, но зато есть на спине очень красивый элемент, как шнуровочка Она всегда очень актуальна и очень удобна И когда собака такие вещи одевает, выглядит она просто потрясающе В аналог матроскам для девочек существуют также платьишки Эти платьишки, они просто безумно красиво сидят на собаках Потому что они их всех красят Тут идет джинсовая юбочка, которая вся с блесточками переливается И, соответственно, такой вот морской стиль Они тоже бывают абсолютно в разных цветах Дальше собака начинает собираться на прогулку в дождь Для нее мы можем предложить большое количество вещей Начнем, наверное, с плащика, который идет как попонка Когда собачку одеваешь, она получается как в плаще И плащ этот закрывается на липучечку на животике Плюс какой красивая аппликация на спине Светоотражающие полосочки вы в темноте можете увидеть свою собачку Другой вариант аналогичной вещи Это идет застежка на животике В принципе, все то же самое, только существует еще кулиска Где можно затянуть собаке ее на попу И тем самым зафиксировать вещь на самом теле собаки Дальше есть еще один такой красивый вариантик Сейчас я вам его покажу Это для более практичных людей Потому что он идет в виде комбинезончика Он идет с четырьмя лапками И поэтому собака защищена целиком и полностью Это для тех, кому не очень хочется стирать вещи каждый раз после прогулки Тут тоже идет застежка на животе Все лапки идут на резиночках На попе тоже резинка Тем самым позволяет хорошо посадить вашу вещь на собачку Тоже светоотражающие полосочки и красивая аппликация Так, что у нас еще? Еще у нас есть и толстовочек Очень такой красивый вариант Очень модный, стильный, с капюшоном На лето везде натуральный хлопок Никакой аллергии Все очень комфортно, удобно Так, дальше Для прогулки существуют еще такие очень удобные вещи, как двойные вещи Они идут из хлопка на подкладки из натурального шелка Тем самым, соответственно, никакой аллергии Никакой поднятой шерсти у собаки не будет То есть вы захотели в сухую погоду выходите в так А в мокрую погоду у вас вещь ваша превращается в очень удобный и практичный дождевичок в виде курточки Все это на молниях Поэтому очень удобно одевать собаки Шест не заедает в молнии Получается вот такой вариант Для зимы мы можем предложить на наших любимых собак Очень большое количество пуховиков Которые сделаны в стиле курточек Потом мы можем предложить дубленочки Мы можем предложить комбинезоны Вот один из вариантов Это жилеточка, которая идет без капюшона У нее на спине красивая аппликация Затягивается все на кулиску Спереди кнопочки Подкладка вся шелковая Тем самым очень комфортно и удобно собаке ходить И тепло Дальше существуют такие варианты, как Настоящие хлопковые куртки Которые сделаны довольно-таки для таких Для молодых девчонок и ребят Которые хотят себя чувствовать очень комфортно в таких вещах Хлопковая куртка на подкладке из шелка Мех отстегивается, кнопочки, кулиск по талии Как у настоящего человека Все, что необходимо Дальше стиль милитари, который довольно-таки актуален В нынешнем сезоне собак тоже не обделил своими коллекциями Поэтому предлагается на зиму такой вариант хаки цвета Отстегивается капюшон Куртка становится обычной курточкой Плюс какой, что есть рукава Как у настоящих курток Обрезиненный низ Очень удобно Очень красивые варианты на зиму предлагают двойные Когда курточку можно вывернуть Тем самым получается двойная вещь Собака может ходить в одной и той же вещи Постоянно в разном цвете И тем самым посторонние люди будут думать Что у вашей собаки просто безумно огромный гардероб Что касается комбинезонов с четырьмя лапами Их тоже большое количество Поэтому любители, кто хочет одевать собаку Соответственно, чтобы не в куртке А чтобы был этот комбинезон На зиму мы тоже можем предложить Очень красивое решение Этот комбинезон сделан таким образом Что он двойной Его можно выворачивать наизнанку Тем самым меняя какую-то структуру ткани Никаких швов внутри не видно Потому что они все закрыты Тем самым вы можете его носить Как таким образом, так и таким образом Как будет нравиться Тем самым тоже вещь универсальная И она постоянно может внешне деформироваться Что касается еще пуховичков Есть вот такие вот замечательные решения Это для совсем нежненьких собачек Они обалденно выглядят на самом деле Это вот такие вот курточки Тут эффект, красивый эффект Создается таким образом, что прострочка Идет вся из сердечек Тем самым ваша собака вся такая любящая Все такая красивая, гламурная Да еще и с бантиком, и с мехом Так обалдеть можно Такие курточки, конечно Очень красиво смотрятся на собаках Потому что у них еще мало того Красивое цветовое решение Они очень яркие Собаку всегда видно И, соответственно, к таким курткам И вообще к зимней одежде Можно предлагать какие-либо ботиночки Которые на данный момент Очень хорошо завоевывают рынок Одежды для собак и фурнитуры Потому что ботинки – это вещь необходимая В данном случае Потому что все мы живем в городах Где, соответственно, очень много соли Очень много грязи Очень много каких-либо веществ Которыми посыпают И дороги, и тротуары Собака, соответственно, не может ходить голыми лапами Поэтому необходимо одевать ботинки Эти ботинки, они очень удобные И практичные в плане того, что Они на молнии У них идет мягкий язычок Тем самым собака не натирает лапку Идет обрезиненный манжетик Чтобы удобно было затягивать ботиночек на лапке И, соответственно, липучкой Которой можно регулировать объем лапки Что касается подошвы Можно обратить, что подошва имеет изгиб Соответственно, изгиб идет по форме лапы собаки То есть собака, одевая такой ботинок Себя чувствует очень комфортно и удобно И, соответственно, плюс еще огромный в этих ботиночках Что они не промокают Потому что любой аналог, который существует сейчас на рынке Он идет из кожаной подошвы И просто из какого-либо материала Когда собака гуляет по улице, у нее в итоге мокрые лапы В таких ботинках вы избавляете себя от проблемы высушивания лап Проблемы уменьшения прогулки с собакой Вы можете гулять столько, сколько захотите И столько, сколько захочет ваша собака Что касается зимних вариантов Еще можно продолжить тему зимы Всевозможными дубленочками Которые тоже будут у нас представлены на сезон осень-зима Это дубленки идут, они все идут на липучечку Очень удобно одевать собаки Собака выглядит в них очень красиво Потому что очень красивые цветовые решения Красивые фурнитуры, красивые аксессуары И, соответственно, тоже красивые цветовые решения В итоге, когда собаку... То есть можно одеть и мальчика, и девочку И оба будут выглядеть потрясающе Что касается дубленок Существуют еще вот такие решения Когда они идут с натуральным мехом На кнопочках, с манжетиками Вот к таким вещам мы своим клиентам предлагаем еще сумки-переноски То есть ваша собака будет выглядеть красиво и в сумке И, соответственно, выйдя из сумки Вот к этой дубленке мы предлагаем своим клиентам Вот такую вот сумочку-переноску Она, соответственно, сделана в таком же абсолютно стиле То есть, если вы заметите, то рисунок абсолютно повторяется Материалы абсолютно повторяются Что касается сумки-переноски Она очень удобная, потому что она является непосредственно зимней сумкой Так как у нее идет внутри хлопковый мех, который не вызывает мне аллергии Он довольно-таки очень мягок Вытаскивается на молнию специально язычок Чтобы собака сюда могла удобно положить голову Чтобы ей не натирала молния Существуют также крепежи для шейников Подушечки все внутри вытаскиваются, чтобы их можно было постирать Очень много кармашков для разных мелочей Все кармашки идут на магнитиках И, соответственно, в верхней части она тоже идет с сеточкой Чтобы ваша собака в закрытом состоянии Могла очень комфортно сидеть И не бояться, что ее где-то закрыли в темном помещении Тем самым вот эта сеточка, она может фиксироваться в любых местах С помощью магнитика Это очень удобно, потому что ничего не будет отваливаться Так, что касается одежды Мы можем, наверное, сейчас прийти к более красивым вариантам Это вечерние одежды Это гламурные решения Это решения для праздников Это решения для дней рождения Это решения для тусовок Для вечеринок Хозяева абсолютно разные Собаки, соответственно, тоже должны абсолютно по-разному выглядеть Мы предлагаем нашим собачкам вот такие вот красивые решения Это вечернее платье, которое сделано с натуральным гагачьим пухом Оно очень удобно, отделка вся идет из атласных лент Ткань, соответственно, под попаданием на нее света Она очень сильно переливается, вся блестит и сверкает Очень красиво смотрится на собаках Дальше мы предлагаем бархатные варианты Как раз для тех собак, которые любят как раз находиться в тканях, в сезонных тканях Так как бархат сейчас для человека очень актуален Тоже очень красивая отделка Цветочки Это вызывает какую-то нежность, потому что все-таки это собачки Рюшечки Мех тоже натуральный Все очень красиво выглядит Дальше предлагаем мы своим собакам еще как раз актуальный жеваный бархат в этом сезоне Тоже с бархатной отделкой Здесь очень удобная липучечка То есть можно любую собаку одеть в это платье Красивая юбочка, бантики, все как надо Для совсем гламурных собак, которые любят нечто оригинальное И одевать вещи непосредственно похожие на человеческие вещи То есть выглядеть в стиле хозяйки Мы предлагаем вот такое платье-футлярчик, которое идет из натурального атласа Платьишко идет на застежечке Внутри идет атлас, а сверху идет красивый, очень такой шикарный япер То есть собака может выглядеть вплоть до того, что в одинаковых вещах с хозяином Что касается маленького черного платья, оно у нас тоже присутствует в нашей коллекции Это довольно-таки вечерний вариант Он идет тоже получается из блестящего трикотажа Который переливается под лучами софитов Отделка из бархата, стразы Все как полагается Как же заставить собаку носить одежду, спросите вы? На самом деле очень просто Взрослую собаку лучше всего приучать постепенно, начиная с обычной попонки Но самый беспроигрышный вариант – одевать любимца с трехмесячного возраста Все как у людей И модные тенденции в собачьей одежде тоже существуют Ну, модные ткани, это, конечно же, для животных это все натуральные ткани Это хлопок, вискоза, шелк, лен По цветам, конечно, это тоже все сугубо индивидуально Потому что собак можно разделить и по цветам, соответственно, окрасам И по половой принадлежности, соответственно, это мальчики и девочки И понятное дело, что мальчику розовую маечку вы не оденете Это будет выглядеть глупо Поэтому все-таки в данной среде, как бы среди данной продукции Есть все-таки вот это разделение на розовые и голубые цвета Ну и, соответственно, вводятся все безумно разные цвета Ну, вот, допустим, в этом сезоне очень модно стиль милитари, который точно так же будет присутствовать в одежде и для животных Очень моден, допустим, ярко-зеленый цвет очень моден Цвет серый, который идет всевозможными украшениями А так, в принципе, производители стараются делать большую цветовую гамму Большое количество материала, чтобы клиент непосредственно мог выбрать конкретно под себя Потому что, в принципе, собак одевают в таком же стиле, в котором ходят и взрослые люди, соответственно, хозяева И когда одевает хозяйка розовый костюмчик, то собачку тоже она предпочитает одевать в розовый цвет Соответственно, наоборот, если в голубых вещах, то тоже в голубой цвет Поэтому каких-то таких пристрастий в собачьей моде сейчас не существует Существуют тенденции взрослой человеческой моды, которые плавно перекладываются и на собачью одежду Стрижка вашей собаки – один из самых важных моментов ее жизни Чтобы уход за шерстью вашего питомца не стал для него неприятной процедурой Нужно приучать его к этому в очень раннем возрасте В тот самый момент, когда он появился в вашем доме То есть в один, два, три месяца И тогда работа с ножницами расческой будет привычным моментом жизни вашего питомца Процесс ухода за внешним видом собаки состоит из нескольких этапов Вычесывание, мойка, стрижка и сушка Вычесывать любимого питомца рекомендуется как можно чаще, чтобы не образовывалось сваленных участков шерсти Например, у черного терьера чаще всего спутывается шерсть на морде, где растет самый длинный и мягкий волос Полностью весь шерстный покров должен быть промочен полностью, чтобы не было сухих участков шерсти Потому что особенно у очень лохматых собак проблема какая существует Верхний слой шерсти мокрый, а внутренний весь подшерсток и кожа сухие Особенно у собак как раз типа пекинесов, неупавленных, с таким вот типом шерсти А чтобы тщательно промыть собаку, все должно быть промочено полностью К голову, уши У веслоухих собак, как правило, проблем не бывает, они сами опускают уши У кого стоячие уши, так просто прижали ушки к голове Специально туда лить не надо, если не лить умышленно в уши В принципе ни в одни уши вода не зальется Любая косметика должна быть разведена водой, то есть не поливать с флаконом Разводить в ванночке, в бутылочке, либо поливать собачку из бутылочки А зачем это нужно? Чтобы более равномерно распределялся шампунь, это раз И во-вторых, чтобы его легче было смыть Часто очень проблема всяких аллергических заболеваний, это плохо промытый шампунь Вот теперь мы начинаем смывать Все тоже тщательно Кожа, чтобы у нас не осталось нигде, не промытый Как раз к тому, чтобы не образовывалось ни перхоти, ни каких-то кожных проблем Тщательно смываем всю шерсть А примерно какой температурой должна быть вода? Вода, чтобы практически вровень с руками Можно даже чуть-чуть попрохладнее Опять всего, зависит от того, какая температура окружающая То есть, если достаточно прохладно, лучше водичку чуть-чуть потеплее сделать Если жар, то собаки все-таки больше любят прохладно, значит водичка попрохладнее Я бы не советовала мыть собаку в совсем холодной воде Потому что, как правило, все косметические средства просто не дают нужного эффекта Мыть собаку необходимо по мере загрязнения В городских условиях проходить эту процедуру стоит в среднем один раз в неделю Высушивать собаку нужно с особенной тщательностью Влажная шерсть накапливает гораздо больше грязи, чем сухая И, кроме того, может послужить причиной простуды Стричь собаку следует хотя бы раз в три месяца А если ваш питомец завсегдатой модных выставок, то еще чаще Ухаживать за шерстью можно не только в зоосалонах, но и у себя дома Ладно, скажите, пожалуйста, какие инструменты необходимы для ухода за шерстью собаки? Значит, для рядового владельца актуально, значит, для шерстяной собаки Вот такая вот, ну, один вариант из пуходерок в зависимости от размера собаки и длины шерсти И различные расчески с разной частотой зуба Крупные, мелкие Вот такие вот расчесочки Вот это для собак, которые подлежат триммингу Нужно вычесывать большое количество подшерстка Такой вот прибор А что такое тримминг? Это выщипывание шерсти, то есть работа с жесткой шерстью Еще какие у нас здесь есть приборы? Еще ножницы, ну, это уже для тех, кто имеет какие-то навыки Вот, в общем-то, ножницы, машинки Многие сами вполне в состоянии подстричь когти Вот так вот, когтерез для обработки ногтей Лапки питомца заслуживают особого внимания Начиная с двух месяцев надо регулярно укорачивать шерсть на лапах Любимые некоторыми тапочки могут, конечно, быть оригинальными Но красивыми их признать можно с большой натяжкой К тому же неостриженные лапы могут использовать походку собаки и саму форму лап Придерживаем его Для чего придерживаем? Потому что иногда болезненно, когда длинный ноготь, он шатается И собачке не очень это нравится Поэтому, чтобы сразу не отбить у него желание на всю жизнь стричь ногти Желательно придерживать пальчиками и отстригаем самый кончик Чтобы узнать, что не закровил ноготь Здесь мы видим такое белое тело однородное И стричь можно, пока не появится черная точка Это уже называется нервное окончание И собаке уже будет больно Значит, ноготь мы обрабатываем вот так Чтобы он, я уже говорил, быстрее стачивался И смотрим Вот если вот такой белесый ноготь, то его еще можно подрезать Так мы собачку готовим к летнему сезону А как часто ее можно обрезать? Ну, по мере того, как они растут У каждой собаки это индивидуально, так как и у человека У одного они растут быстро, но у другого очень плохо То есть все зависит, как говорится, от питания и всего остального Вообще, в домашних условиях возможно ли стричь собаку? Либо все-таки это должен быть квалифицированный специалист? Я считаю, что квалифицированный Потому что очень часто приводят собак, которые стригли в домашних условиях очень долго Их неоднократно резали ножницами, отрезали ногти так, чтобы кровь невозможно было остановить Вот как сами хозяева это рассказывали, да? Поэтому желательно, чтобы все-таки это делал профессионал Доверять стрижку собаке лучше всего опытному специалисту, который знает характерные особенности конкретной породы Умелая работа профессионала подчеркнет достоинства и скроет недостатки сложения вашего четвероногого любимца ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА